Иисус воскрес! Воистину воскрес! С этой фразой я хочу начать данный видеоматериал и обрадовать вас тем, что Иисус воскрес не в сегодняшний день, и мы сегодня выясним, когда же. И начать я хочу этот видеоматериал с темы о Пасхе. Мы должны разобраться, что это за праздник, какую Пасху праздновал Иисус Христос, и должны ли мы праздновать ту Пасху, которую празднуем на сегодня. Ну, по крайней мере, должны ли мы называть праздник воскрешения Иисуса Христа Пасхой? Ну, конечно же, нет. И я решила вам испортить сегодня праздник, потому что мне его тоже испортили, испортили наши батюшки, которые искажают информацию, проповедуя сегодняшнее событие. Итак, давайте с вами начнем со второзакония, это у нас пятая глава, шестой стих, и я вам хочу еще раз напомнить о первой заповеди. Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не водят у тебя других богов перед лицом моим. Вот это очень важный показатель того, что Бог, который вывел народ Израиля из египетского рабства, является Богом всех народов. Дело в том, что в текстах Евангелия тоже идет речь о Боге, который вывел народ Израиля из египетского рабства. И в текстах Корана есть эта информация. Это понятие, это событие, которое объединяет все три текста Писания, Ветхий Завет, Евангелие и Коран, а значит, объединяет имя Бога. Итак, это важное знамение, и в честь этого знамения существует праздник, и называется он Пасха. Сейчас я хочу зачитать вам тексты из Исхода, которые рассказывают об этом событии. Дело в том, что народ Израиля находился в египетском рабстве 430 лет, об этом говорят тексты. Это у нас Исход. Я зачитываю вам 12 главу, 40 стих. Их времени же, в которое сыны Израилевы и отцы их обитали в Египте и в земле Хананской, было 430 лет. И по прошествии 430 лет в тот самый день вышло все ополчение Господней земли египетской ночью. Дело в том, что все 12 колен Израилевых, они, естественно, жили 430 лет в Египте. И зашло их очень маленькое количество, в пределах сотни, я вам еще зачитаю этот материал. Но вот на тот момент, когда они выходили, это уже был народ Израиля. Это были выросшие 12 колен, которые находились в ужаснейшем рабстве. Если изначально египтяне относились к ним достаточно дружелюбно, то уже на тот момент они просто-напросто стали уничтожать их младенцев. В первую очередь, конечно, мальчиков. И либо прятали они малышей, либо выдавали их за девочек. Но то, что нация подлежала уничтожению в ближайшее время, это было однозначно. И поэтому Господь Бог решил помочь вывести народ Израиля из египетского рабства. И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттуда. И я хочу еще сказать интересную деталь. Тут есть текст, чтобы потом не возвращаться к этой странице, что Пасху Господню, те, кто празднует, они должны быть людьми обрезанными. Это касается мужского пола. Вот такую информацию я нашла в исходе. И, между прочим, обрезание было и у Иисуса. Но не суть, сейчас немножко другая тема. Итак, я еще одну деталь вам забыла зачитать на предыдущей странице. Итак, сегодня выходите вы в месяц Авиви. То есть, вот эта информация говорит о том, что они выходят в месяц Авиви. Это месяц Несан. С этим месяцем мы разберемся в следующем видеоматериале. Он нам поможет понять, когда воскрес Иисус. И точно определить дату. Поскольку дата, которая существует сегодня, она у нас не соответствует истине. Итак, и сказал Господь Моисею Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года. Ну, если так сказали народу Израиля, то я думаю, что Несан или Авив должны быть месяцем первым у всех народов. Ну, почему-то придумали несколько другие календари. Итак, скажите всему обществу сынов Израилевых, 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках, и на перекладине дверей в дома, где будут есть его. Ешьте же его так, пусть будут чесла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. Видите, это Пасха Господня. То есть в этот день, 14-го числа, Пасха Господня. 14-й день Несана или Авива. Поскольку те тексты, которые мы читаем в Евангелии, основываются на той же информации, то мы должны нашу Пасху определять по вот этим вот координатам. Почему они не должны были разуваться? Почему чесла должны быть припоясаны? Потому что они в эту ночь выходили из Египта, выходили из египетского рабства. И будет у вас кровь знамением на домах. Вот смотрите, нужно было взять крови от этого ягненка, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладенных дверей в домах, где будут есть его. Для чего? И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной. То есть те младенцы, которых должен был уничтожить Господь Бог в качестве мести за младенцев израильских, они уничтожались губительной язвой. Ну, типа морового поветрия, типа сегодняшнего коронавируса. И он действовал избирательным образом. Но обратите внимание, это нужно было только в ту ночь. Вот эта кровь была знамением только в ту ночь. Это не значит, что нужно в жертву приносить на сегодня вот этих бедных агнцев. Читаем дальше. Итак, нужно праздновать этот праздник во все роды ваши. То есть, если вы празднуете Пасху, значит, вы должны праздновать ее в тот же день, когда празднуют ее израильтяне. Поскольку это установление, это заповедь Господня, так же, как десятисловие. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное. Вот это то, что должны кушать на Пасху. Это своеобразный пост, когда люди должны избавиться от пищи с дрожжевым грибком. Это очень полезно для организма. Наблюдайте опресноке, либо в сей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. Вы видите? Установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца. Итак, Пасху нужно праздновать с четырнадцатого дня первого месяца Авива или Ниссана до двадцать первого. Семь дней. Поэтому вот эти праздники в Израиле празднуются семь дней. И когда наши священники говорят, что перед Пасхой две субботы, то да, иногда выпадают две субботы. Но это не значит, что подряд две субботы. Просто если вот в эти семь дней попадают две субботы, значит их две. И не надо выдумывать ничего лишнего. Так, а теперь давайте почитаем, как Иисус у нас праздновал этот праздник. Я хочу обратиться сейчас к текстам Евангелия. Начну с его детства. Вы сами понимаете, что этот человек был праведником, жил по заповеди. Это у нас Евангелие от Луки. И это у нас глава вторая, 41 стих. Начинаю и до конца главы. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Дело в том, что они жили же у нас в языческой галерее, им приходилось ходить в Иерусалим. Приходили на праздник Пасхи. Это были такие очень массовые праздники. И они всем народом, всей толпой ходили. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. Обратите внимание на слово отрок. 12 лет ему было. Вспомните, что у нас есть в текстах Ветхого Завета на этот счет. Вот отрок мой возлюбленный, которого я беру за руку. Вот о каком отроке идет речь. Смотрим дальше. Итак, они его потеряли. И не заметили, того Иосифа и матерь его не заметили, что он остался в Иерусалиме. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разумом и ответом его. И увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, чадо, что ты сделал с нами. Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. А он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу ему? То есть он уже знал 12 лет о своем предназначении. Он находился в храме, он делился своими знаниями. И он пошел с ними, пришел в Назарет и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце. И Иисус же преуспевал при мудрости и возрасте, и в любви у Бога и человека. Вот сейчас я хочу еще одну деталь вам зачитать. И так, из этого текста вы поняли, что Иисус уже в 12 лет праздновал этот праздник. И относился к нему серьезно, потому что он исполнял все заповеди. В отличие от христиан, которые не следуют его заповеди. И он в этот день находился где? В храме. Там, где? В том месте, которое принадлежало отцу его. И мне хочется еще одну деталь вам уточнить. Для тех людей, которые не понимают, с какого возраста Иисус начал проповедовать, уже начал служить. Это вот цитата как раз говорит о том, что это был возраст 30 лет. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. И был, как думали, сын Иосиф и так далее. Так что Иисус праздновал праздник Пасхи. Как выход народа Израиля из египетского рабства. И поскольку, если мы являемся его последователей, извините, мои дорогие, мы должны праздновать этот праздник. И нам сегодня его подменили. Можно сказать, вычеркнули из заповедей. И мы не можем праздник воскрешения назвать словом Пасха ни в коем случае. У евреев этот праздник называется Песах. Ну, сами вы видели, что в текстах Ветхого Завета есть слово Пасха Господня. Поэтому не придумывайте сегодня у нас не Пасха Господня. Пасху вы прозевали благодаря нашим батюшкам, которые искажают информацию. Всего вам доброго. С праздничком.